Ребят, всем огромное здравствуйте! Шалом, православные! С вами, как всегда, непревзойдённый, бездушный, душевный, мой замечательный друг, дядя Денис. Побрит, а не побритый Алексей. Э, удели время, что я очень хуёво подстрижу, потому что я не стригся. Я не успел сегодня. Я поэтому и говорю. Я сегодня, ну, как бы, а, то есть, аааа. Ты это даже уже не стрижь, ты это побритием называешь, да? Ну, я понял, судя по тебе. Ребят, честно, блять, как я соскучился по роликам из дома. Мы постоянно в баре, нету времени, но тут четверг задался, да? И мы решили записать контент, который, кстати сказать, по лайкам вы насобирали, чтобы... Давайте, в чём смысл сегодняшнего видеоролика? Это столь нелюбимый, ну... Вот здесь покажи ребятам, что выскочит ссылка на первый ролик. Лёша, а ты не ленись и вставь. Вот там. Если вдруг вы не видели, давай, предысторию и потом расскажи. Это столь нелюбимый мною формат тестирования пива в закрытую. Я всегда считал и буду считать, что без какого-то бэкстейджа, то есть, без осознания того, что ты пьёшь, очень трудно осознавать, на самом деле, что ты пьёшь. Ну, вот мне не доходит. Мне такое чувство, что сегодня... Ты последние два дня выучил новое слово бэкстейдж, и теперь ты везде его херачить хочешь. Бэкграунд, скорее ты, наверное, хотел сказать. Ну, ладно. Бэкграунд, да. У любого продукта должен быть бэкграунд. Недаром маркетологи работают, недаром им деньги платят. То есть, любой продукт должен иметь лицо, задник и контр-этикетку, как говорится. Угу. Сегодня в закрытую это буду делать я. А я в открытую. А что... Я поясню. Подбоку делала... В общем, нам помогла опять Катя. Молодец. Да, Катенька наша. Которая, кстати сказать, на последнем ролике, поздравления. Я такой, знаешь, я смотрел... Ну, вот, ребята, в Инстаграме, посмотрите, ссылочка в описании. Такой... Лена так всё сказала, складно. Думаю, господи, даже меня жирным не назвала. Потом ещё ребята какие-то поздравили. И, к сожалению, не знаю всех имён. И потом Катя такая, я вижу, вот эта светлая улыбка и такая... Ну, благо у меня с юмором всё в порядке. А концовку я вообще не понял, зачем вы добавили. Где приезжал этот пивоварня. Зачем вы это добавили, я вообще не понял. Типа там просто люди разговаривают, короче. Если честно, я до конца не посмотрел. А, ну да. Вот, ребята, вот так люди относятся к вашим подаркам. Спасибо, Рома. Спасибо, Дима. Не, я досмотрел до Кати, понял, что это конец. Я тоже. Я тоже. Так. Так, ну, значит, первые у нас экземпляры будут... Это Хэфэвайзен... 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 Вайнштейф, Вайнштейф. Ну да, Вайнштейф. Пшеничка. И, соответственно, от АЭФ, это трамваевых 16, тоже пшеничка. Следующие экземпляры. Красные фламандские эли. Здесь, я думаю, очень интересная будет ситуация. Круто, круто, круто. Это Джоус Ищу Человека, который был сделан имя совместно с пивоварней Верхаги, но я решил не брать Верхаги, потому что, ну, я чувствую, я просто пробовал и то, и то одновременно, и я понимаю, что Верхаги я отличу точно. Поэтому я взял Ищу Человека, вкус, который я успел позабыть, и Роденбах попросил Катю. Слушай, я тебе честно скажу, я реально забыл. Я последний раз пробовал. Знаешь, у них еще есть красная версия, по-моему? Вот я ее даже пробовал. Ну, Ищу Человека, есть две версии. Красная и черная. Не помню. Ну, это я тебе точно говорю, потому что черную я не пробовал. Так. Кого ты еще столкнул? Кого Катенька сегодня столкнула еще лбами? Значит, сухие сидры. Традиционный сухой сидр – это абонамат и кирисак, брюд, соответственно. А что пожопили-то, маленькую бутылочку такую сделали? Ну, ладно, хорошо, не суть. Дальше у нас Нью-Ингланд – это заговор с методом Method Man 2020 и Hazy Jane, если я не ошибаюсь. Джейн ведь, да? Да, Hazy Jane от брелка. Здесь мы так замахнулись на святое практически. Ну, это просто ты взял все, что я люблю, потому что мне и это нравится, и это нравится. Это не я взял. А, ну, в смысле, Катя, 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 Катя. Видишь, Катюш, как мы классно сейчас Катя-то косить, такая смотрит ролик. Блядь, я же ничего не собирал, а? Нет, именно она нашлась. Почему у тебя шишки на меня хмельные? Ну, и последняя позиция – это у нас Founders Porter и Афанасий Porter. Почему Афанасий? Слушайте, ну, на самом деле, ты меня познакомил с Афанасием изначально, и я искренне считаю, что это хороший Porter, хотя я не любитель данного пива часто. То есть для меня это вот камин, как сегодня все, да, диван, все дела, это вообще какая-то рубрика из жанра на Порнохабе. На самом деле, Афанасий, мы сегодня абстрагируемся от этой темы серьезно, но при этом сегодняшний ролик сделан при поддержке Афанасия. Казалось бы, странная достаточно интеграция, ребята взяли Porter Афанасий и такие, что, реклама Porter Афанасия? Нет, нифига, это не реклама Porter Афанасия, это немного о другом, ребята из… Слушай, можно я перебью, извините, я перебью, просто кто нас давно смотрит, и без этой всей темы мы всегда хвалили Porter. Мы его правда любим. Я просто знаю бэкграунд истории этого сорта, она как бы корнями глубоко-глубоко уходит в историю, и там все интересно. Потом как-нибудь мы об этом можем рассказать даже, сейчас это просто история, мало кому интересно, вот именно такая вот пивная история многогодовая. Слушайте, по поводу Афанасия можно бесконечно спорить, кому-то нравится, пиво создано для того, что это вкусовщина, правильно? У них, на мой взгляд, мне очень нравится марочное, что-то у них не нравится, но каждый может найти, я считаю, ребята делают очень хорошее, качественное пиво. По поводу приколю, слушайте, они сейчас сделали приложение, это игра, игра с призами, короче, сейчас расскажем. Ну это то уже, о чем я начал говорить, то есть мы не просто говорим, о, Афанасий и Портер, нет, ребята заморочились, ребята сделали приложение, приложение, игра, и там в этой игре можно реально получить призы. При этом не вкладывая в нее бабки, я так понимаю. Нет, без бабок, конечно, без бабок. Регистрируемся и отправляемся в Вояж с купцом Афанасием. В игре есть три раздела. Первый. Вояж за призами. Собираем монеты, копим баллы и получаем шанс выиграть один из 33 крутых призов. Раздел Вояж за качеством. Вы можете проверить подлинность пива Афанасий, термознак на этикетках отличительный знак тверского пива и главное доказательство его подлинности. Купи любое пиво Афанасия, участвующее в акции, наведи камеру телефона на термознак и проверь качество лично. И третий, заключительный этап, это Вояж за вкусом. Можно создать свое пиво по своему уникальному рецепту, смешивая ингредиенты прямо в игре. Самая популярная рецептура ляжет в основу нового пива Марочное Народное. Оставляйте отзывы на продукцию и участвуйте в разработке новинок, а самых активных участников позовут в оплачиваемую фокус-группу. Слушай, ты знаешь, мне кажется, что мы в этой фокус-группе уже достаточно давно находимся. Ребята, это действительно очень неплохо, когда ты находишься в фокус-группе, скажу честно. Ну, понимаешь, монетизация своих алкогольных пристрастий оплачиваемая, как бы, ну точнее не монетизация оплачиваемая, а если тебе заплатят за то, что ты пьешь, как бы это норм, по-моему, по мне так. Слушайте, я скажу честно, на самом деле приложуха действительно интересная, даже с точки зрения создания вот этого пива, то что они будут продвигать реально народное пиво, ну, сочинят условно этот рецепт, да? Мне больше интересен человек, который сочинит рецепты, что там в итоге получится, на самом деле. Леха сказал, что будет держать, ну, человек, с кем мы общаемся по поводу этого всего, он сказал, что будет держать в курсе, будет интересно, ну, правда, по сути, народное пиво из народа, кто будет придумывать эти рецепты. Мне кажется, интересная штука. Ну, во всяком случае, мне интересная, как пивовару. Слушай, мы здесь недавно занялись пивоварением, да. И вполне вероятно, что мы умеем шансы победить в этом конкурсе. Слушай, а может быть мы еще и туда в фокус-группу зайдем? Ребята, все ссылки на Афанасия будут в описании на приложуху. Она идет и под iOS, и под Android, соответственно, App Store и Google Play. Имейте в виду, пацанам от души, душевную душу, правда. Вот сегодня в закрытую. Ребятоньки, серьезно, обещаю, сегодня на ваших глазах все перемешаю здесь. Мы за честность, вы это прекрасно знаете. Мы можем приступить, дядь Денис. Да. Отлично. Ну что? Слушай, а ты не сос... Что это за нож-то, господи, боже мой. Спайдерка. Откуда? Подарок. Леша, вот когда будешь монтировать, вот здесь можно начинать меня, себя уже ненавидеть. Опять 25. Слушай, прикольный. Откуда взял, дорогой? Подарок. Меня вообще не слушали. От кого подарок? А я тебе потом расскажу. Ага, почему мне ничего не дарят? И тебе большой привет от этого человека, кстати говоря. Ух ты, большой привет. Слушай, какой он красивый. Спасибо большое. Да я прикалываюсь, на самом деле я не особо ценительный ножей. Мне нравится только вот это. Твоя. А может это тебе он не нужен? А может он тебе не нужен? Раз у тебя такой дорогой подарок теперь есть. Ты знаешь вообще само понятие слова, как бы концепция подарка? Не подарка, а коллекции. Да, я знаю. Я так и не описывается в твоих. Концепция не подразумевает раздачу части из этой коллекции. Я так понимаю, что ножом ты не будешь открывать пиво есть. Не буду, почему нет? Слушай, ну давай так в этот раз поаккуратнее. Аккуратно. Да. Но у меня еще бездрожжевой хлеб. Это я для вас купил. Все, я отворачиваюсь, да? У нас с Хьюстом проблемы. Лена, забери, пожалуйста, вот здесь вот фигня. Можешь сразу выкинуть? Давай в бар отнесем. Ребят, послушайте, я уставляю серьезно. Слушай, что-то греет, блин, этот самый камин установили. Так, а как ты будешь закрывать глаза или как? Я вот так вот сделаю. Я честно, я как бы могу абстрагироваться и сказать честно, что я думаю о этом пивасе. Все. Хорошо. Мне ехало-болело. Смотри, я буду делать... Что АФ, что Вайнштейф, он для меня одинаково далеки. Смотри, чтобы ты понимал честность, сейчас подрезок никаких не будет. Смотри, что будет. Это же бой больше для портера. Я буду поднимать бутылки. Вначале я их перемешаю вот здесь вот такой какой-то раз, да? Потом я спрашиваю Лену число от 1 до 10. Ага. Перемешиваю. Ну, лично мне эта вот информация не нужна. Все, давай, давай. Хорошо, я это быстро буду делать. Итак. Так, Лен, скажи от 1 до 5 число. 2. 2, да? Это столько телодвижений, которое я буду делать. Так, только не смотри. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Ну, что, ты будешь что-то разговаривать-то? А, я еще говорить, что ли? Естественно, блядь. Денис, ты же... Горизонтальная или вертикальная? Ты же блогер. Горизонтальная или вертикальная? Горизонтальная, телефон сейчас тебе дам. Я уже. А, давай. Лен, сфоткай нас не для инстаграма. Лен, ребята, сегодня Лена сделает фотку опять для этого выпуска. Классно я придумал. А о чем я должен говорить, а? Слушай, а я уже запутался. А, нет. Нет, 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 нет. Все, я туплю. Расскажи о Шелке. А че с ним? Он берегет. Ооо. Давно? Пес, пес пошел по наклонам. Как я не люблю этот формат, если бы кто знал, это просто вот... Значит, смотри, ты не перемешиваешь, то есть да, у тебя это справа, это слева. Соответственно, у меня тоже. С чего начнем? Справа или слева? Так, ну, пшеничка. Блядь, слушай, наконец-то. Ребята, я очень ждал. Я пшеничку не люблю, сразу говорю. Так. Но ты, как профессионал, можешь абстрагироваться от этого, правильно? Да, могу, я знаю, что где. Это Вайн Штефан, это АФ. Ну, тут по пене понятно, на самом деле. Нет, не по пене, по запаху. Ну да. Здесь к бабке не ходи, даже пробовать не надо. Вайн Штефан, это все-таки... Слушай, мы тогда будем трезвые сидеть, давай запанем, малех. Да. АФ, да. Слушай, ну уж если честно сказать, АФ не так уж сильно и плохо. Вайн Штефан, да. Но только водянисто. Пшеничке хочется же видеть вот эту вот глубину. Это... Леш, это уровень. Это, извини меня, уровень. Сука, ну вот как вода пьется все равно. Я всегда считаю, что наши, к сожалению, вот дойти до уровня, например, Хелеса, кроме диеты и пшенички... Слушай, у нас на кране сейчас, ну я не могу не похвалить ребят, мне иногда кажется, что они мне денег платят, но нет. ГОС, они сварили обычный ГОС. То есть кисло-соленое пиво. Он был уже, это биро в тесте бир, да? Вкус со вкусом пива. Угу. Диета вот, ну... Блять. Он... ВЕЛИКОЛЕПЕН! Слушай, можно вопрос? Я, конечно, не хочу касаться твоей личной, интимной жизни, но ты когда вот пш... Ты так же укорячишься. Просто это страшное зрелище, брат. Ладно, извини. Это просто вышка. Ну это просто реально вышка. Вот. Просто обычный, без всяких вкусовых добавок. Соль, кислота. Да. И все. Я жду не дождусь, когда она встанет снова лето. Когда я смогу взять литруху этого... А я надеюсь, Саша, вы будете продолжать и Антон. А ты понимаешь, что это сейчас пустое место говоришь? Они не смотрят это. Ну им кто-нибудь донесет эту информацию. Ну да, да, скорее всего. Не дай бог, вы летом не будете делать это пиво. Не дай бог. Тогда мы его будем делать. Та-ра-та-ра-тан. Фу! Короче, ребята, я свое мнение скажу. Денис прекрасно знает, как я отношусь к Вань Штефану. У меня два любимых стиля от одной пивоварни. Это Хелес и это пшеничка. Шнайдер тоже котирую. Шнайдер котирую чуть меньше. Не в обиду АЭФу. Не то пиво мы взяли в качестве претендента для них пока еще. Ну из наших, из наших. Скажем так, по запаху, да, у АЭФа есть запах пшеничного пива, но по сравнению с Вань Штефаном это отсутствие запаха. Но оно есть и оно нормальное, а на вкус оно более чем приличное. Вот для пшенички оно более чем приличное. Я хочу сказать, что это классический сорт и мне очень нравится карельская пшеничка. Ну ты уже не помнишь вкус ее, а я здесь недавно его заново испытал. Я не знаю, насколько возможно найти где-то вот у вас, если увидите карельская пшеничка. Ребят, ну это не Вань Штефан, конечно, но это неплохо. И знаете, когда ты платишь 200 рублей за литр, как бы это ок. А мы по цене как-то будем сегодня? Ну коллерировать по цене это все понятно, оно плюс-минус одинаково стоит. Бас, все-таки это бас был. Не, Вань Штефан подороже будет. Вань Штефан реально подороже, если не ошибаюсь, с крана 0,4 300, а АЭФа по-моему 270. Сколько? 300, по-моему. Факет-рак-драйвер. Ребята, мы готовимся, мы готовимся к английскому выпуску, это будет очень смешно. Я вам обещаю, я прям все песни уже изучил, я ему буду песнями отвечать. Овощи вас. She's not baby, she's gone tomorrow. Ладно, что у тебя в жизни происходит-то вообще? В слепую сравниваю пивасы. Так, хорошо, слушай, а если... По-моему жизнь удалась. Да, 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 да. Подожди, слушай, а будет видно или ничего страшного? Ребята, вы не против, если пока стакан здесь постоит? Ладно, давай, да, лучше так. Ребята, все-таки мы обрезали, ну потому что тут такое произошло. Если Денис как начал курить дома. А верни бутылки обратно. А я охуел. А что? А что ты хочешь? А, ну да, 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 логично, логично, брат. Так, все. Давай для начала по поводу своей любви к фламандцам. А, моя любимая стилистика на данный момент. Нет, вру. Все-таки газешки классические для меня сейчас уже заняли прочно номер один. Вот реально прочно номер один. Стой секундочку, Лен, скажи число от одного до пяти. Четыре. Короче, я хотел на самом деле поговорить немного о другом. Так, о чем Денис? Как ты относишься к тому, что нельзя есть кошек? Это вопрос, блядь. Я недавно наткнулся на одном из... На форум на Кулачева, да? Там рецепт был. Я плакал, если я ошибаюсь. Была история, не история, а задали вопрос. А почему человечество не ест кошек? Человечество ест собак на секунду. Другую жизнь. Ну, человечество ты обобщаешь сразу как бы очень много и... И неправильно, мне кажется, все-таки. Ну, не все человечество ест собак, но отдельные представители человечества собак едят на секунду. Так. Ну, а кошки почему не заслужили место в сердечке кулинарном? Ну, все. Слушай, я просто, видишь, я не могу, к сожалению, с тобой пообщаться на это. Ну, извини, я хотел долить тебе, но не стал сейчас. Ну, ладно, ты и так мало пьешь. Я люблю... Слушай, я просто фанат тигр. Тигры, львы, котейки, я их очень люблю. Я не особо собачник, на самом деле. Ну, здесь мне будет посложнее. Ну, давай, давай начнем. Давай начнем. Смотри. Ты опять сегодня надел шкатулку моей бабушки, кстати. Я, кстати, собираюсь... Тебя уебать. После этих слов. Лену, можешь уши заткнуть? А что? Да ладно, не затыкай, я так. Блин, слушай, надо скорее жениться, это прикольно. Манипуляция... Так, да. Только не забудьте ухать. По запаху, день. По запаху, вот этот экземпляр больше уходит в винную стилистику, он более винный, он более такой вот, не скажем, не резкий. Вот это больше уходит в уксусную стилистику. И я, честно, не помню, Роденбах во что должен уходить, в уксус или в вино. Да, вообще правильно. А мне наоборот, мне вот это больше верзетом пахнет. Вот это вот уксусное, вот это винное. У тебя точно коронавирус-то прошел? Сто процентов. Ты какой пробуешь? Ой, это сложно будет. Подожди, здесь смысл не угадать, здесь смысл описать вкус, вначале один, а потом второй. Вот это абсолютно винная история. Зачем? А как? А я угадаю тогда. Вот это абсолютно винная история, это, чтобы все понимали, красный фламандский элия, это вообще не про классическое пиво история. Это абсолютно винная стилистика, которую не надо искать каких-то хмелей, не надо искать солода. Это кислое пшеничное пиво, и оно уходит в вино. Вот именно этот экземпляр уходит в вино. Вот здесь вот запах более уксусный, но мне, честно говоря, уксус больше нравится. Мне это пиво больше понравилось. Я вот если выбирать сейчас, скажу, с двух зол. Нет, у нее плоская смытое послевкусие. У нее абсолютно плоская, размытая послевкусие. Так. Вот это более полнотелая, более винная. Несмотря на то, что мне нравятся уксусные истории в этих фламандских стилях, я поставлю вот на это пиво однозначно. И скорее всего это Роденбах, потому что вот он должен быть. Я практически уверен. А тебе какое понравилось-то? Вот это. Больше или прям сильно больше или нет? Плоское, скажем так, неполнотелое пиво с абсолютно провальным послевкусием. Ну это как, короче, плоскогрудая подруга. Фактически. Я за это. Так, окей. А, ну я давай скажу вначале, что мне больше по кайфу. Я скажу честно, вот это мне кажется немножко провально, чуть-чуть провально во вкусе. Немножко, понимаешь, сейчас скажу. Оно равномерное, понимаешь? Оно да да да, оно ровное. Вот здесь идет вначале уксусная такая вот составляющая. Если бы эта уксусная составляющая продолжалась на послевкусия, было бы смеяться за это было. Да, 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 она, к сожалению, пропадает. Но мне, мне в целом, честно скажу, что мне вот это чуть-чуть больше понравилось. Роденбах и ищу человека. Давай по поводу Роденбаха немножко поговорим. Потому что это не твой любимый от Роденбаха, насколько я знаю. Но мне больше нравится Дюшес. Да, да, да. Роденбах это... На самом деле Роденбах во всем мире считается... Тебе Роденбах нравится определенный. Я это знаю. Тебе нравится этот, как он называется... Роденбах... Гранд Крю. Да. Тебе нравится очень сильно, насколько я помню. А, смотри, Роденбах это история про то... Опять слово история, сколько можно? Обычная история. Давай, давай, до скорого. Короче, Роденбах во всем мире... Роденбах во всем мире считается как бы классикой красных фламандских элей. Они шаблон. Если Дюшес это украшенный шаблон, то Роденбах это просто шаблон. Вот от них можно мерить вот это все красные фламандские элей. Что хуже, что лучше. Они эталон Роденбах. Это на самом деле так. И, кстати, Роденбах одно из самых продаваемых пивасов сейчас в Америке. Блин, я думал, сейчас в Африке скажешь. Нет, в Америке. Я понял. Они там сейчас... Да они уже, потому что уже все уже. Нью-Ингланды прошли. Ну и Сауру... Как у нас Сауру три года назад. Тренд уходит. Денис, Денис, что первое пиво какое вылили? Да давай Сауру схуярим. Три года назад отошли же. Но! Но! Я хочу выразить свое уважение. Ну, потому что мне, правда, Джавс больше понравился. Мне Роденбах нравится тоже другой. И вообще из вот... Я считаю, может быть даже логичным сыщу человеком было взять, знаешь, чего? Именно... Именно Дюшеску. Во-первых, я посчитал это немного некорректным. Потому что Дюшеску я бы определил просто по запаху. Ну да, Дюшес, конечно, плотнее в глотке сто процентов. Даже пить не надо было. Я бы просто... Я открывая бутылку определил бы вот что где. Ну да, да, да. Такое. А ты что за Джавс скажешь? Прикольное начало, когда начинаешь пить, начало прикольное. Оно уксусное, как мне нравится. Как ты говоришь, верзет, типа уксусный. Вот это вот что-то между Дюшесом и верзетом. Угу. Это умеренно уксусно. Но единственное, вот эта вот концовка, она для меня провальная. Ее нету. Угу. Вот если вот это вот пьешь, глоток, рот наполняется пивом, проглатываешь... Херовое слово, ну ладно. Проглатываешь пиво, и у тебя остается послевкусие. А вот Джоуз, к сожалению, он уже на стадии не то что послевкусия, а даже проглатывание пива уже исчезает ощущение вот какой-то полнотелости. Слушай, я тебе хочу сказать следующее. Что для людей, кто не пробовал фламандские элли, это будет неплохое начало. Да это какое начало? Да, естественно. Это и продолжение как бы. Я вот тебе честно скажу, я забыл этот вкус Но красный, мне что-то казалось, что он повкуснее Но это, надо сказать, что это коллаборация двух пивоварин Это Джавс и этот, да, как раз, которая делая с Дюшес до Бургунд Так, ну все, отлично, здесь все хорошо, дядя Денис Но пока проваленная особая серия Опять же, видишь, проваленная Но Катя подбирала, по какому она принципу подбирала? По сути, по стилю, наверное, скорее всего, да? Не более того У нас бокалов нет, получается Блядь, ребят, ну вот Два бокала возьми, а Лена попросим, сейчас она пока помоет Давай, просто я хотел без обрезок, чтобы, типа, это все сделать Я все пытаюсь себя выяснить, ты что-то хотел, кстати, сказать И потом говоришь, ладно, вначале пила А, я здесь подумал, у нас же сейчас такая ситуация в стране Что у нас почему-то Роспотребнадзор говорит, что у нас все хорошо Мы держим под контролем коронавируса, всю эту трихомузию А некоторые губернаторы говорят, что у нас все плохо Такие, как московские губернаторы на секунду Это в стране четвербокие? Нет, нет, наш питерский как раз говорит, что у него все хорошо Так вот, у нас, ну, если нельзя говорить, если вот это все Короче, сейчас многие думают, что опять всех позакрывают Высадят на удаленку, еще что-нибудь сделают Уже начали госучреждения это делать, ну, реально так Так вот, если общепить не тронут До декабря месяца, потому что в декабре уже точно никого не закроют Четвертая сережка будет Я думал, что он сейчас скажет, что татуировку нахерачивает Нет Я уже понял, что тебе похуй Сколько дырок ни делай, все и нормально Ну, это не так больно А где? В пупке? Нет А вот теперь некоторым губернаторам стоит задуматься Хотим ли мы посмотреть на четвертую сережку в ухе Дениса или нет? Ну, его нахер, если честно Не надо рисковать Ой, не надо И так тут скоро уже это Слышать не о чем будет Так, дальше у нас идет Сидор Ты думаешь, логично будет Сидор, а потом Нью-Инг? Ну, наверное, логично, скорее всего Вообще, я хочу сказать, что я в баре вот это видел, но я это не пробовал Я пробовал, но давно, я вкус тебе не расскажу Даже примерно Это какая-то хорошая новость, хочу тебе сказать Я почему-то всегда считал, что Банамат делает, эти, Токсовское, а это не Токсовское Вот это заповедник, на секунду, это, по-моему, Московская область, и нифига А я всегда думал, что это Токсовское, все дела А мы минутку интеграции твоего канала делали уже или нет? Рассказывали? Короче, ребят, на самом деле, честно, честное слово Диня сегодня захерачивал таймлапс на гоупрошке Я, конечно, как бы, эта камера и лежала, и лежала, но я что-то, блин, у меня панасы, вот эти все Мне как-то это было поинтереснее, и до гоупрошки было не добраться Он там таймлапсики разрулил А Лена нас сегодня поснимала, как там, наверное, во сколько минут там? В минуту, как мы собираемся к съемкам Ну, это видео получится в минуту Да, ну там минута будет Просто, чтобы многие понимали, что такое поснимать ТБП Что, типа, это не просто ты приехал к другу, да? То есть, и такой, ну что, давай поснимаем, давай Можно просто поснимать, без света, которая здесь Без камеры настройки, без там всего этого Но это будет некрасиво Мы же хотим, чтобы вас, глазоньки ваши, что делали? Радовались И мы стараемся это делать Я к тому, что у Дениса на канале будет видос А где он записал, короче, куча всякого материала По пивоварне Да, там будет про пивоварню Так И, соответственно, окончательно Ну, я там уже сказал, что Ну, и раз уж мы едем снимать Плеши То будет небольшой бэкстейдж еще от Плеши Как мы готовимся к съемке Ну да Он просто знает, что я задрот Поэтому я хотел это показать Так, Лен, что там с бокалом-то? А Пока есть... А, нет, нет, есть Так мы же и ждем, как бы А Лена такая уже Так вон, два, давай следующие Так нет, два есть У тебя одно День Ты не понял, у тебя один бокал Это грязный стакан Вот два у тебя стоит Да, у тебя-то один Спасибо, Елена Чка Давай Что? Давай, давай, давай Передай, пожалуйста, Елене Чке Чке Лена, можете кое-что попросить еще Чтобы уж так это Поставьте на зарядку мою эту чебулду Там вот так ее надо пофентифлюшить О, смотрите, это тот момент, когда вы точно будете знать, что Денис никуда курить дальше не пойдет Да Там надо пофентифлюшить, чтобы лампочка белая Пофентифлюшить Так, Денис Дмитриевич Да Все, я закрываю Ну, ты мне открой только, Сидор А Воу-воу-воу-воу-воу-воу Так Для начала мы сделаем вот так Нет, для начала мы сделаем вот так Вот так и так Садок, все-таки хотел договорить Подожди, Елен, от одного до пяти Три Раз Два Три Хотел договорить все-таки про кошек Почему все-таки в некоторых кулинарных традициях, скажем так Слушай, я еще не понимаю, это дружи кошку приготовил? Или Сталик? Почему не приживать вот эта вот история с кошками? Если с собаками приживать, то с кошками еще нет Где она с собаками приживает? Ты в каком мире ты живешь? Чао-чао едят Ну, хорошо, ну, в смысле едят Ну, вы что, гоните, что ли? Где чао-чао едят? То есть, я сейчас могу прийти в Евразию и сказать Слушай, а можно мне чао-чао во фритюре? У тебя странное понятие, Евразия Ну, мне Евразия просто не нравится Тебе нравится Евразия, хочешь сказать? Нет Мне кажется, это самое-самое заведение, которое есть Пиздец, с какими ценами? Где надо подпайта, чтобы бланчиком дарилась? Там че-нибудь по шарабонькой? По шарабонькой Какие звуки прикольные Да я уже ссу просто Так, 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 так Сейчас, подожди секундочку Я все дело спрячу Сейчас, секунду, не поворачивайся Хорошо Ты там что-то мне показываешь, что ли? Да, хуй, блядь, приложил колбу тебе Ну, сейчас, подожди Я хочу, чтобы пена ушла А то ты будешь понимать, где она более стойкая Это неинтересно Готов? Да Держи Слушайте, ребята, я сейчас это сделаю Ну, извините, я резать не буду Денис пока будет нюхать Только не сильно разговаривать Вот это называется по шарабоньке Так Вот это совсем сложно Ребята Ребятоньки Мы получили А, сейчас, ладно Сейчас расскажем про мир Что же интересно А, нет Я понимаю, что где Так Смотри Так Значит, вот этот экземпляр Да, нет, нет, нет А ну, блядь Ну, это сука Ну, настолько расчехливая Я сейчас просто это понял Ну, давай, давай Я только на вкус это понял Да тут запах понятен Вот это киресак Естественно Потому что я знаю, что такое французский сидр Они на бутылке пишут брюдь А там сахара, как в полусладком шампанском А это прям токсовское бахло Да Зараза, да Это ты точно прав Даже пробовать не надо Это, вот чтобы все понимали Вот это вот Вспомните свое детство Где-нибудь Подмосковье Где-нибудь под Питером Деревня Там, где Антоновка растет А если нас смотрит Джордж из Лас-Вегаса Что ему вспомнить? Джордж сраный ковбой Вспомни об этом Джордж, извини Я сделал все, что мог Короче Вспомните детство И помните, как вы Вспомните, как вы ели Недозрелые яблоки Прямо с дерева Где тонинность Вот это вот Вяжущие абсолютно Свойства Недозрелого яблока Вот здесь вот Переданы в полной В полной Это наши яблочки Антоновка Да, Антоновка Семеринка Вот эта вся вот штука Это просто вот Сто процентов Это узнаваемый очень вкус Я все вот жду Когда скажешь Кому-то предпочтение отдаешь Я не буду тебя путать Я тебя не буду путать Своими доводами Я задолбал Всех своих знакомых Наших общих знакомых Сидроделов Вопросом Почему французы На вот этой вот банке С сахаром Пишут брют Ну мы уже же поняли Мы же с тобой уже У всех спрашивали Что дело в том Что у них Это считается так Ну просто у них Культура питья такая Трабанка Это у нас спания Она сухая напрочь Вот у них Да У них она своя классификация У нас тоже знаешь Сидор Нет у нас Хотя правильно идет Ну это вот просто Это вот Любой российский Сидродел Написал бы на этом Изделии Полусладкий сидор Вот сто процентов Кому-то предпочтение Ты отдашь в итоге С моими Теперь Еще два года назад Однозначно Кирисак Сейчас Однозначно Вот этого Прикинь как вкусы меня У меня просто то же самое Помнишь мы с тобой Делали выпуск про сидоры Это было год назад Да здесь тебя принимаешь Ты пьешь вот этот вкус И тебя вот Как будто вот Мордой вот В лето запихивают Обратно Конец лета Конец каникул И ты вот эти яблоки Жрешь с дерева И вот А то и в некоторых Старших классах И закрустываешь Слушай Ну кстати да У вас стопудово Это было Подожди Мне знаешь что Мне кажется что Вот это вот Немножко первобытность Этого напитка Да какая-то такая Немножко строгость Сейчас как бы Это объяснить Не строгость Остается вкус яблок Да Вот именно вкус После вкусия После кирисака Нету Да Вот после этого У тебя остались Яблоки А здесь тонинность Вот это очень прикольно И она до сих пор Да Если ее можно смыть Кирисаком И останется нейтральное Послевкусие Но кстати ребята Очень важно сказать Что люди Так я надеюсь Это правда Да Естественно конечно Надо сказать что Надо сказать следующее Что вы Многие видели Обзор на Сидор Мы делали Мы до сих пор Третью версию Не сделали К сожалению Да Но Вы не поверите И Вкусы поменялись Уже на первую часть Я ошибся Не московская Это псковская область Слышишь И вкусы поменялись Просто многие Нам же предъявляют Это то что вот вы же говорили Два года назад А я тут получил информацию Вы же говорили три года назад Что это было хорошо Ребятки Родные Мы с вами люди У нас есть такая тема Вкусы меняются Например Вчера сырочек не нравился А сегодня Ну нет Такое невозможно В аду вам чан должен быть Если вчера вам сырочек не нравился А сегодня нравится Ну хотя нет Вы перешли на правильную сторону Тогда вот если наоборот То это вам еще просто Катя тебе привет Я недавно для себя Просто я это уже несколько раз Озвучивал Вот на Когда мы вот эти Фудпэйринги делаем Что до вкуса Что сухих сидоров Что оливок Что вонючих сыров Что вот этой всей штуки Надо дорасти Но дорасти ты должен Не мозгом Не вкус и ароматикой У меня такое впечатление Что у тебя должен дорасти Твой кишечник Микробиом Который в тебе живет Который переваривается Эти продукты Думаешь Мне кажется да Вот именно Вся та вот дрянь Которая Ну не дрянь А те симбионты Которые вместе с нами находятся Они наконец То ли научатся Это жрать нормально Стоп Стоп Это происходит в желудке А это сосочки Не путай Ты вкус получаешь На уровне сосочка А не на уровне желудка Я все это понимаю Но Ты не мозгом дорастаешь До вкуса Просто в этих продуктах Судя по всему Содержится то Что нужно твоему кишечнику И у тебя кишечник Дает какую-то команду в мозг А давай-то начнем это любить Ну конечно ты мешаешь Что мы это маленькая вселенная Или этот микробион Может меняется У тебя меняется состав Твоих бактерий Которые тебя заселяют И они такие А мы вот это не ешь Потому что ты сейчас ешь Давай-ка нам вот Вонючего сыра лучше Мы его пережуем С большим удовольствием Катюнь Если вдруг смотришь Нахуй выкини свой микробион Возьми на авито новый Чтобы можно было нормально Есть сыр и милкшейки А то у тебя плохой Вечно это Я что это шутка Это шутка Катя вчера у нас в баре Порвала свои леггинсы О боже Вот эти которые подчеркивают Все Ушла эпоха Ребята Вот а потом она мне скажет Такое блин тихуэ Вы там обсуждаете Ну ладно Не ну она реально Ребят ну там прям Как будто она была В костюме В костюме Женщина-кошки Ну и еще кое-кого Все Бэтмена Ну ладно Хорошо Бэтмена Ладно не буду А то я потом С головном сидел Короче порвались они К сожалению Обнаш колдрум Вот об этой нижней Отдвигающейся дверцы И все На филейной части дырка А леггинсы на секунду Стоит немало Да? Да А где порвался еще раз? На филейной части На попе? Да Нужные люди Тут же посоветовали Поставить заплатку Это был не я Я посоветовал Купить Знаешь Раньше был Магазин на диване И там продавали Суперклеи Которые Можно было Кожаный диван Починить Да я помню Где втирали Лопаткой так протирали Там все Кать Смотри На диване Вот это вот Трихомузи Там рано или поздно Снова начнут рекламировать Средства для ремонта Кожаных диванов Послышишь Она сейчас этим и занимается Ну подожди А реально порвались И все Они же какие-то реально Слушай По меркам По моим Я бы эти Штаны носил бы еще года три Да? По меркам любой женщины А что посоветить захотелось Снимать штаны не надо? Там вот такая фигня По меркам любой девушки И женщины Ага Это невосполнимая Неустранимая потеря Которая означает то Что эти леггинсы Я уверен Вчера еще были уже в помойке Я знаешь что думаю сейчас А вот как ты думаешь Нормально что мы публично Разговариваем об этом А Катя Не знаю Мне кажется Ладно ребятки Это все Степ Это обхолдрум Случилось в любом случае Ну какой Степ Это реальный факт Не Ну Степ В смысле Мы сейчас это обсуждаем Это ненормально Наверное Ладно все Котенушка Там это Держись Лечись Короче да Все нормально будет С леггинсами разрулим Мы вон Сейчас скоро Мы кстати А вы уже сейчас смотрите Мы уже вернулись Из Откуда мы Куда мы едем то вообще Из Нет Оренбург мы ездим А да А мы имеем право Об этом сейчас говорить Мы можем сказать Почему так это конечно А мы едем На степи ветер Да То про что так долго Говорили большевики Большевики Что ты вообще Загнал Я сейчас тоже не понял То про что так долго Мы все здесь говорили Ты просто еще рукой так делаешь Знаешь Это видимо Именно поэтому Да 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 Я так сразу И стрижка у тебя новая сегодня Ну в смысле свежая То о чем так долго говорил На самом деле пока один я Потому что у меня Потому что у меня аллергия На этот продукт Ну при этом я упью Да Меды До времени Меды Это будущее Это стиль следующего Может через одного сезона Это прям хорошо И мы принципиально Должны были это сделать Мы Я хотел сказать Мы молодцы Мы едем на Медоварь На степи ветер В Оренбург Чтобы сделать В коллаборации Уже с пивоварней Медоварней Уже с пивоварней С нами Ну коллаборацию На секунду Медоварня Степи ветер Будет делать коллаборацию С пивоварней ТВП Вы чувствуете Как пиво сближает Не на самом деле Ребята Мы едем Вы поддержали Эту тему Что пацаны Правда Вот вы вот скажете Что это бред Денис не читает Комендарь Я читаю И я понимаю Что фидбэк был Пацаны Классно Покажите Где это еще увидеть А реально Где еще увидеть Что на медоварне Происходит Вдруг там процессы Другие Нежели чем Тем более По большому секрету Я могу сказать Наверняка мы Эту тему затронем Эта медоварня Недавно горела Ебаный брат Да Я наслышан Вы посмотрите реакцию Вы понимаете Прошло 4 года А это говорит о том Что за степью И ветром Будущее Но последний раз Когда мы поджигали Хартлет Что-то там Что-то там Не задало Ну ладно Хорошо А что А кто А что Что еще горело То у нас Последнее Ты думаешь Теперь степью Ветер Через пару лет Начнет соусы делать Медовую горчицу Да Если смотришь Так не будет Все будет хорошо Ладно Отворачивайся Так А что у нас там дальше А не Ингланды Это не дырочка Да у меня Глаза не настолько Раскосые Так Лен Сколько От 1 до 5 2 1 2 А ты сейчас Что ты с тобой делаешь Глазил Да я пытаюсь запутать Я не знаю Зачем я это делаю Я просто Просто я Слишком много читаю Комментариев Мне кажется Банально Все дело в этом Лен Задай какую-нибудь Тему для беседы А есть ручка Отличная тема Лен Человечек Чувачок Он там что Подскочен Побормочен Есть или нет Ну откуда Здесь ручка Лен А есть У меня моя Которую вы дарили И бля Я его так люблю Вообще Ты хочешь Лен Пишешь Да Постоянно пишу Мемуары Начал А мне кстати стихи присылают Типа свежий серий Знаешь такое Я памятник Воздвиг Звездил Рукотворный Не подлежит Ему народная Трама Не зарастет Не зарастет Прошу прощения Не подлежит Ну не подлежит Тоже неплохо звучит Согласись Тих Тих Денис Не подлежит Тротная тропа Так ты Ты пока не поворачивайся Потому что тут Блядь пока Слишком все очевидно Для меня Ньюинг Это самый неочевидный Стиль На самом деле Вот здесь я боюсь Я ошибусь Наверняка А я Нет Потому что я знаю где что Все Да Держи Раз И два Ну я по цвету уже вижу Где лактоза А да Одна из них лактозная Ну да нет 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 Не ну здесь вот я даже Я просто сейчас опишу вкус Я даже боюсь Не буду угадывать А что запахом Ну смотри Так Тут запах Запах очень разный Абсолютно ровный Хмелевой Приятный аромат Не режущий Вот прям не режущий Ковбасьте лайков Я хочу так дальше Продвигаться Блин Это охеренный формат Я считаю Ну реально классно Последующий меня Пусть это Абсолютно Не режущий Хмелевой запашок Так Очень приятный Лично для меня Вот прям норм Вот прям очень хорошо Здесь резкий И с какими-то Посторонними Оттенками Мне неприятно Вот честно говорю Мне неприятно Ну я кстати С тобой солидарен Вот в этом плане Точно Это еще не посторонка Но уже что-то Вот на грани Подходи Как подходящее Такое Как будто сегодня Надо готовить Как говорится Здесь прям Очень все ровно Очень приятный Хмель Я не знаю Что Я обожаю Нью-Ингланд Вот здесь Навряд ли Было какое-то Доохмеление Какое-то На сухое Доохмеление Который именно Запах приятный Дает А что по сладости Вот здесь Сейчас Это было А ты что Гурчики достал Ну это не совсем То что я привык Называть Нью-Ингландом На самом деле Немного рисковато Да он мягкий Да он мутный Джуси Но вот здесь Джуси Гораздо более Это ярко выражено Вот здесь Вот я не знаю Ты не угадываешь Смысл Не угадываю Ты больше понравилось Вот это прям норм Это топчик Это очень хорошо Наверняка Это сухое Охмеление Было какое-то Здесь тоже сухое Да Ну похоже Нет Нет Я именно Вот этот экземпляр Скорее всего Вот здесь было Здесь нет А мне кажется Здесь тоже похоже Немножко на сухое Рисковато Я привык Более округлым Более таким Выпуклым Округлым Нью-Ингландом Это вот именно Вот этот экземпляр А сахар Как тебе И в том И в том И в том И в том Скорее Первое Вот это вот Гораздо горче Вот прям Горче Вот здесь вот Скорее всего Сахара Ну явно побольше Я не знаю Зачем ты сказал Про лактозу Но я теперь Начинаю сомневаться Это может даже С лактозой Вот это вот Слаще штука Однозначно Вот это вот Вин Вот это вот Немножко Немой Нью-Ингланд Это неплохо Это нормально Это хорошо Просто по твоей вкусу Не подходит Ну это На пол головы Выше точно Ну у нас с тобой Одинаковые вкусы Предположишь Не знаю Я не помню Ни то ни то Я не знаю Ну а так Чисто теоретически Просто стилистика Вообще Очень прослеживаема То что происходит Здесь И ты это прекрасно Ты знаешь заговор И ты знаешь Скорее всего Вот это заговор Потому что они любят Сухое охмеление Да А сухое охмеление Да Да И вы знаете Мое почтение И уважение Заговор Потому что Вот Порой кажется Что они варят Одно и то же Но это ни хера не так Вот А нет Оно не сухое охмеление Это опашка Просто Подожди Я тебе не к этому Ну да Подожди Дело не в сухом охмелении Я тебе О том что Очень Заговор Очень узнаваем Ну нам надо было бы сравнить С тобой это Например С чем то Условно говоря Например АФ Мы сравниваем Все таки Брюдок с тобой Хэзи Джейн Нет я Должна сейчас Ставить буду Свои пять копеек Брюдок нифига Не обосрались Сейчас на секунду Потому что Потому что То есть объективные причины Во первых Да я обосрался С сухим охмелением Но здесь просто Ты не обосрался Смели сделаны Я бы почувствовал Хрем Прям вот хорошо Так Это не Ингланд Иппа А это Пл. Он мягче А это Иппа Это Индиан Пл. Он должен быть горчее Ну вот у меня ощущение Что здесь лактоза Сейчас я вот поэтому Антабты открываю Но тебе никто Не напишет это У меня есть ощущение Что лактоза добавляют Для мягкости И вот мягкость здесь есть Вот такая легкая Знаешь у них есть Milk Against Milk По-моему называется Если я не ошибаюсь Вот оно очень похоже Что чуть-чуть добавили Как будто бы Ты сейчас реально Все отзывы будешь На Антабте читать? Нет Я описание читаю Ребят Как вам камин? Решил сделать На высоте Полтора метра Опа Продолжу С того же самого места Наверное Куда мы делись? Ребят вы выключились Вы вот вообще В каком состоянии смотрите? Просто вырубились И все Продолжу С того же самого места Немного Неправый был По поводу Брюдока Потому что на самом деле Мы сравниваем Нью-Ингланд И Нью-Ингланд Но В одном случае Пл-л А в другом IP Это я только сейчас увидел Поэтому Сорян Брюдок Если нас смотрит Брюдок Конечно Это вообще Очень сильно Попало В стилистику Оно горькое Оно травянистое Классическая IP Ты не будешь допивать А правильно понимаю? Нет А я буду Они прям молодцы Но здесь единственное Вот что мне Что Леша Больше нравится Все таки вот это Мне мягкость нравится Вот это легкое Потому что Блин Время вот этих Дабл Всего Мне кажется Что уже Ну все Невозможно Ну и теперь Собственно Портер Отворачивайся Блядь Выключение было В самый ненужный момент Сейчас скажу Что ладно Как бы запутать Так чтобы Леша Я не смотрю Чего Да ты Да не ты Они сейчас подумают Что мы Знаешь Выключили камеру Чтобы Знаешь Я тебе сказал В каком бокале Что будет Как бы запутать Ладно Я слишком Наверное Много Придаю Тому значение Тебе не кажется Черезчур Я бы сказал Да я Просто Мне надо Меньше Читать Комментарии И все И будет Хорошо Наверное Ну ладно Четыре Что Четыре Два Три Четыре Че Как дела Денис Нормально Че там С кошками Да говорят Никто их не ест Говорят Одежду Шьет Занимается Стряпней Какой-то Кулинария В рот Ей ноги Так Ты Давно Кинчики Какие-то Или сериалы Может новые Какие-то Посовету Времени Нет Реально А я знаю Брат Я знаю Я с удовольствием Посмотрел Какой-нибудь Сериал Но К сожалению Ни Хрена А он Знаешь Че смотри Потому что Это знаешь Это как Клетка С собаками Помнишь Его ролики Это вот То же самое Себя Позлить Так Динь Все Нет На Ну вот Здесь Мне очень нравится Прежде всего Визуал Мне вот этот Визуал Нравится Больше Да Мелкодисперсная Да Да Я Абстрагируюсь Полность Мне дико Интересно Потому что Запах реально очень похожий Нет Запах не похожий Мне кажется Вот здесь больше Сливочность уходит Слушай Ну А можно я тоже попробую Что ты попробовал Оба Блин Подожди Да я тоже попробовал Вот это более сухое Можно я попробую сам Блин Они конечно Разные Не совсем корректно Ну ладно Ну давай Вот это более сухое Все Я молчу С какими-то оттенками Какого-то Немного подожженного печенья Лично для меня на вкусе Вот это более сладкое пиво Но В этой стилистике Мне сладость нравится Больше чем сухость Вот это вот Мне больше всего Напоминает В лучшие годы Когда я его любил На самом деле Балтику 6 На самом деле Так Вот это пиво Так Это мы про правое Сейчас говорим Да Так Вот это прямо Сухость Очень приятный запах Ровный Просто классика У меня ощущение Что все-таки Они даже по вкусу Нет Они разные Они абсолютно разные Сливочно Ну блин Оно здесь Прямо Немножко в крем Уходит Понимаешь В чем дело По моим ощущениям Давай разговаривай ты Я молчать буду Что-то я так раз Смотри Скорее всего Вот это Фаундерс Вот это Вот Афанасий Так Но По вкусу Ароматике Что могу сказать Что А сейчас скажи Что по вкусу Ароматике А потом Для любителей Сухого Стиля Вот это вот Мастхев Ну вот Если нравятся Портеры Именно сухие Классические Какие-то Английские Такие хорошие Портеры Вот это вот Мастхев Я как любитель Более Сладких Стаутов И портеров Реально Более Ну он Ощутимо Более сладкий Он терпкий Не показалось Вот этот Больше терпкий Мне лично Показалось Мне очень нравится Запах Вот этот Вот Мне нравится Запах Блять Здесь он В сливочность Уходит Понимаешь В чем дело И причем Слышишь И причем Он больше Уходит в Милкстаут Больше По запаху Вот это Для меня Да Вот это Мне очень сильно И я постоянно Говорил Говорю Сейчас Не знаю Давно Сто лет Не пробовал Но Раньше У меня Одно из Любимых Пивасов Было Балтика 6 Вот реально Так Это Балтика Которая Входила Вот Топ 500 Пивомира По Версии Пивного Кинокритика Критика Да Вот прям А пока Что скажешь Это Сухая Хорошая Классика Это Прям Вот В стиле Что Говорит Но Для Разных Людей Или Нет Для Разных Да Ну Окей Ладно Ну Ты Угадал Ты Сегодня Все Угадал Все В следующий раз Тоже Буду Когда Записывать Буду Угадывать Все И мне Понравится Что я в тот раз Так затормодил Я не буду Угадывать Я сомневаюсь Леша Ёпта Яйца Надо Взять В кулак А теперь Когда я уже Освобожден От этой Вот Странной Неопределенности Которую я так не люблю Подожди Стой 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 Можно вопрос И что Это не прикольно Было тебе Вот тебе не покажу Что это классно А прикинь Пять производителей Ты абстрагируешься Охуенно Это очень круто Когда ты абстрагируешься От бренда От всего Ты просто Полностью Переходишь Вот в это Все Именно Во вкус Этикетка Важна Но вкус Важнее Ладно Давай Ты скажешь Что скажешь По поводу Последних экземпляров Ну Афанасий Как был Так и остался Или нет Да Это Балтика 6 В ее лучшие годы По моему мнению Я в этот вкус Вот Я всегда говорил Что нельзя запомнить вкус Он стирается Буквально Очень скоро Но в некоторых случаях Там Даже Яркие Какие-то вкусы Стираются Из памяти Ну через год Два Максимум Стираются Вы забудете Вкурс Красной икры Если не попробуйте Ее хотя бы полтора года Сто процентов Но вот почему-то Вкус Балтики 6 В лучшем ее состоянии Когда она была Ты знаешь Сколько медалей У Балтики 6 На секунду У пивных Этих всех выставок Золотых Да у сколько Как у Брежнева Тут было все слова Дохуя Я понял Я понял Короче Надо перепробовать На самом деле Я бы очень хотел Перепробовать Балтику 6 И вот этот портер Вместе Но мы это можем сделать Блин Динь Ну для меня Портер Это все равно Не моя стилистика То есть вот Типа вот Серьезно Вот сейчас Можно я хочу скажу Помнишь Мы сегодня Приехали сюда Ну вот Мы сидели здесь И начали общаться Разговаривать На свои темы Какие-то Да Вот мне кажется Температура Это классика Это классика Подэтаживай Подэтаживай А я сейчас что сделал По поводу всего Теперь давай подытожим Ну на самом деле Давай так Давай так Мы Это последний выпуск То есть у нас Это была серия Из двух выпусков Меня подъебали Тебя подъебали Третий выпуск Что? Мы заебашим по-другому Я придумал Как Ты прямо сейчас придумал Я по лицу вижу Что ты сейчас мысль Я довожу Чем тебя довести А себя-то я уже придумал Смотри Мы покупаем Выпуск в закрытую Для меня Пять бурбонов От самого дешевого До самого дорогого Даже которые наши делают Ну И в закрытую Херачим А для тебя портвейн Я боюсь не отличу Портвейн очень сложный Давай до прикида Это прикольно Да какая разница Отличить не отличить Здесь интересен именно формат того Что мы будем об этом разговаривать Да, Леша В том, что мне портвейн нравится В принципе как продукт Как вот Для меня Ты не поверишь Ну давай Стой, подожди Ну Чтоб ты понимал Насколько это будет для меня неинтересно Так же, как и для окружающих Потому что для меня портвейн за 600 рублей Зачастую вкуснее Чем португальский за 1300, блин Об этом и речь И в бурбоне такая же Просто бурбон за 7 тысяч мы купим, например Я тебе отвечаю Я пробовал его И бурбон Мэкен Мэйкерс, например Вот честно Есть бурбоны, которые неотличимы А в закрытую Я же не могу на грилькове это сделать, брат А, ну если ты из-за этого То, ради бога Пожалуйста А ты не хочешь И мне кажется, что это интересно Но в закрытую тоже Ну лады Давай Да Лайки будем выклянчивать? Да зачем? Да, ребята Короче, просто поддерживайте и все А что касается сегодняшнего Просто я не вижу Дальнейшее Через год сделаем Пери этот самый Возьмем от ТВП Брювери Лагер Пшеничку И сравним там С самостодомными Шучу Давай объективно Я считаю, что наше пивоварение Очень хорошее То есть вот давай Если вот здесь брать И наши Вот на мой взгляд Вот немецкий Немецкую пшеничку Бля, Леш Соревноваться с пивоварней Которой тысячи лет Уже было Ну мы с тобой об этом говорили Что Ну это странно очень И они соревнуются Вполне себе Потому что Как бы Ну водянистенько здесь все равно Ну для меня запах отсутствует Но по факту-то Блин Мы столкнули лбами Две пивоварни Которой одной И десяти лет не наберется А второй Мне кажется Даже где-то Тимошков сейчас Поданется А нет, десять лет наберется Наверное Да, наберется Мне кажется Тимошков сейчас где-то Индейской едой подавился Где интересно Без вообще вопросов Здесь разобрались Да Кстати, Шнайдер Интересно с Ван Штефаном Было бы столкнуть В одном из каких-то таких А тебе может Не подъебалово сделать Икс Икс сталкивать Это малоинтересно Ну возможно Согласен Здесь Прям молодцы Джоус Ну у них были Коллаборации Это все-таки Учителя Верхаги Они не могли Жидко подобосраться Если к тебе приехал Верхаги И с тобой сварила Красный Фламандский Эль Ну это было бы странно Если бы приехал Верхаги Сварила с ними А получился бы Лагер А получился бы Фламандец Стои бью Например Да Случайно Случайно Буквально Нет Я от себя скажу Здесь конечно Пшеничку не перевернут Никто Вот в этой Коллаборации Вот в этой стычке Для меня Джавс Лучше Для Дениса Лучше Роденбах Наверное Все-таки Он пьется По-другому Здесь я думаю Мы с тобой Солидарны Да Французы Как всегда С сахаром Играют Я не понимаю Зачем Ну это Блин Это свое Оно чувствуется Знаешь Оно каким-то Отдает Каким-то Своим детством Что ли Не детством Каким-то Не По поводу Яблок Да Согласен Это вот Это вкус Закуски Из старших Классов Летом В последние Дни Каникул Что Ну Водка Есть Закуски Нет Кто на закуску Деньги тратит Пошел Яблок Набрал Яблок Каких-нибудь Незрелых И вот Они же Вызревают Вы так делали Конечно Я же не просто Так это говорю А я думал Ты где-то Рассказывал Я думаю Может быть Сын лучшей подруги Мамы Там вот эта вся история Я просто Правда Я Что за лучшая подруга Мама Что это за история У тебя такая Нет Ну типа Знаешь Есть Сына Есть Сын Лучшей Мамы Подруги Как там Нет И сын Маминой Маминой Подруги Да Он всегда лучше Я думал Это история Какого-то Лучшего сына Маминой Подруги Нет Это история Про Последние дни Лета Это история Про то Как в старших Классах На первых курсах Института Настолько не хватало Денег Что ты закусываешь Незрелой Семиренкой Какой-нибудь Там Или Антоновкой И это прикольно Тебе это нравится И этот вкус Остается с тобой На всю жизнь На самом деле Я считаю Потому что я только что Говорил о том Что вы можете Позабыть вкус Через полтора года Красной икры Но вкус Вкус воспоминаний Если это связано С какими-то яркими Воспоминаниями Вы не забудете Сейчас покажу Ребята Интеграция Вы не забудете Никогда И это именно Вкус воспоминаний То есть Кому я сейчас Это все рассказывал Ему муха Интересней Лети муха Лети Он бежит Значит ребята Сейчас Дис тоже Охуеет Что это Я нашел Метод убийства Мух Смотрите Ты штефиграф Я этой Ракет Я здесь Уже себя Почувствовал Кафельниковым Я убиваю Мух На раз Два Три Они сейчас Еще тупорылы Знаешь Это выражение Конечно Тупорылы Потому что Вот это У тебя летает Не муха Это мотылек Она И мотыльков Берет Я здесь Всех Уже Захерачил Я даже Уже По Замиокарикусу Случайно Попал Я уже Такой Перекрестился Полил Ребята Вот А соседи В курсе Что скоро Мухи у тебя Закончатся Если Вдруг Нас смотрят Ребята Которые делают Этой ракетки Я готов быть Лицом ракетки Амбассадором Амбассадором Ракетки Которая убивает Мух Честно Это лучшее Приобретение Вот типа Сейчас вышел 12 айфон 100 тысяч Ну удовольствие Что Ну два дня Побегайте Повыебываетесь И все А здесь ракетка На всю жизнь Айфона Муху не убить Это да Да Ну с другой С этого и не позвонить А нет Подожди А что можно Да Подожди У него еще есть Фонарик А то есть Ночкой можно бегать Да То есть Чисто теоретически Следующей ракетки Здесь будет камера Можно Прикинь Можно будет реально Записывать убийство мух Блядь Это же целый канал Как покемонов ловят Так мух Да Это же можно целый канал На ютубе сделать Где ты просто И ходишь ракетки И убиваешь мух Слушай Смотри как подсвечивается Лицо Ребята Можно не только мух Понимаешь Если взять в руки Что-нибудь другое Можно не только мух А ты готов прикоснуться к этой ракеты Нет Я тоже Добровольцы Сорян Извини Так вот Вернемся к сидрам Еще раз говорю Это вкус Который с вами остается На всю жизнь Блядь На каком канале Может идти разговор Речь В другой момент Сразу говорить О мухах О убийствах мух И вдруг Да Извини Если это касается Вкуса воспоминаний То это вот именно то Это работает на года Это крепко заседает В памяти Когда вся вот та вот Вкус ароматика Весь вот антураж Который Когда это все происходит У тебя уже настолько крепко связан Нейронными связями в голове Что ты даже вкус забыть не можешь Так Для меня это именно это Так Молодцы Французы Уберите сахар Да не надо Слушай Я думаю Что у них своя история Я думаю Что это они любят И это бред Здесь немного некорректно было При подборе Немного некорректно Но Да Ньюингланд ПЛЛ Естественно будет мягче Чем Ньюингланд Индия ПЛЛ Который Сочетает в себе Все те характеристики Которые характерны Для Континентальных сортов хмеля Это горечь травянистая Все то что я говорил до этого Да Оно горькое Да Оно травянистое Другие хмели Они более резкие И об этом я тоже говорил С моей точки зрения Это вкуснее Леха тоже сказал Что это вкуснее Потому что нам сейчас больше нравятся Более вот эти вот Мутные джуси Округлые выпуклые истории Когда вот Вкус именно вот Не в горечь уходит А Он просто прикольный Он полнотелый И Без вопросов абсолютно Здесь я уже сказал все Я здесь даже повторяться не буду Слушайте А я скажу по поводу Портера мне понравилось И то и то Ну объективно Просто вот здесь На мой взгляд Исключительно Оно просто уходит В какую-то сливочность Мне кажется Исключительно мое мнение Как Дениса Высказывается Балтийский портер Да Мне кажется Что он должен быть Немножко грубоват Он должен быть Такой вот прям Несильной температуры Его налить И просто кайфануть Честное слово Ну это мое мнение А причем Ты почему О балтийском портере Заговорил Ну ты Ну ты всегда говоришь Что балтика 6 Это балтийский портер А ты сравнил все-таки С балтийским портером Соответственно Ну я пропустил Это все Я честно говоря Балтику 6 В таком вот виде Мы даже пробовали Да Это было неплохо Но мне кажется Здесь вот именно терпкости больше Но опять же на На том что мы Я сейчас буду Слушайте Мне кажется Я помню вкус Вот я помню вкус Отяшево Например Да До сих пор То есть я могу Это вспомнить С чем-то А вот ты Я так понимаю Что это просто Воспоминания Связанные Опять же Со страданием Да Естественно Когда это Сюрстреминг Меня вспомнил Я помню На эмоции Это запоминается То есть Ну ты меня вспомнил Что такое Сюрстреминг Да Умел себе Баба 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 Не попробовал А я же понимаю Я же помню до сих пор Почему я не попробовал Потому что Это очень Для тебя вкус Сюрстреминга Ассоциируется Со вкусом рвоты Вот твои Мибиотики Вот эти Ебанутые Ну потом Микробиомы Микробиомы Да Потому что Если уж они У тебя Вот так вот К сорока годам Разыгрались Что типа Эй Мы готовы Даже это Перемалывать То брат Следующая стадия Кирпичи жрать Я не знаю Там крайне мало Полезных вещей Для организма А самое главное Практически нет Питательных В кирпичах Ну я Хорошо что Ты всерьез воспринял Это моя замечательная Тупорылая фраза Ладно Ребята Вот такой вот выпуск Получился Огромное Спасибо Афанасию За поддержку Сегодняшнего ролика Еще раз повторюсь Приложение Все ссылки В описании Ну а с вами был Как всегда Непревзойденный Рыжебородый Рыжебородый Блядь А ты что-то Селином Подстригся Кстати У тебя же было Попал побольше Да Я что-то Сегодня Что-то в тебе Не то А ты такой Наверное Насмотрелся на фоточек Которые я сделал Да Такой Блядь Неужели я Реально Такой Слушай Ну я потихоньку Буду сбривать Ладно Короче С вами был Денис Алексей И чтобы Ага Интересно Интересно Хорошо Надо Блядь Блядь Что? Пизанус Чего? Ну блин Полтора часа Видео Видео Блядь